МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИ ПЕТЕРКА АПЛОДИСМЕНТЫ В свой юбилейный десятый сезон наша уникальная телевизия для школьников, которую поддерживает ТРК Гомель и Гомельский волосполком. Вот в этот юбилейный сезон мы возвращаемся к наиболее интересным ходам, или, как сейчас говорят, проектам, использованным в течение этих долгих, придолгих и интересных девяти лет. Сегодня у нас простые ребята. Не лицеисты, не гимназисты, не участники супер-какихих конкурсов, не чемпионы Европы, мира и всего остального по интеллектуальным играм. Сегодня у нас простые ребята из простых средних школ. И я с полной уверенностью утверждаю, что в средних школах есть умные, сообразительные, живые, веселые ребята, и таких там большинство. Итак, РУДИ ПЕТЕРКА. Простые ребята. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ Слева от меня в синих шарфах команда пятой школы капитан Даниил Мурин. АПЛОДИСМЕНТЫ Работает с ребятами и привела их к нам на игру Ирина Владимировна Ющенко. Вот целый заместитель директора по воспитательной работе. Вот как. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа, справа от меня слева от вас в красных шарфах выполняет когда-то данное обещание игрок одной из наших стартовых сборных Катя Рыжевич. Каждый из этих игроков дал мне слово, что приведет на игру целую команду. 69-я школа. Катя Рыжевич, встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ И давным-давно работает с этими ребятами и с интеллектуальным клубом 69-й школы Олег Домыч Лейнов. Спасибо ему. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, приступим. Простые ребята, простые вопросы, простые ответы. Ну, начнем с самого простого. Да, нет. Блеф, игра. Даниил, кто готов? Мы решили, что пойдет Екатерина. Катя, готовьтесь. Катя Рыжевич. На блеф игру пойдет Екатерина. Екатерина против Екатерины. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем. Верите ли вы, что согласно народной мудрости у умного человека семь пятей во лбу? Верю. Семи пятей во лбу, значит умный человек. Браво, первые пять очков. АПЛОДИСМЕНТЫ Верите ли вы, что планировать может и человек, и птица? Верю. Планировать, то есть планирующий полет без махания крыльями и планировать, допустим, какую-то покупку, какое-то свое близкое будущее. Отлично, играем дальше. Верите ли вы, что самый большой размах крыльев это у орла? АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу? Не верю. А у кого, как вы думаете? У Пеликана. Пеликана. Ну, в общем-то, некоторые буквы вы угадали. У Альбатроса, на самом деле, странствующий Альбатрос. До шести метров размах крыльев. Вот какие у нас птички летают. Не у нас, а в Южной Атлантике. Играем. Верите ли вы, что постоянство памяти – это картина Сальвадора Дали? Снова? Не верю. Не верите. А вот помните такая картинка, где у Сальвадора Дали такие мягкие часы свешиваются и на ветках? Вот это и есть постоянство памяти. Теперь вы это знаете. Вот интересно, сумеет ли Катя из пятой школы выиграть хотя бы одну кнопку и сказать хотя бы одно слово. Итак, внимание. Верите ли вы, что главная премия белорусских телевизионщиков – это телевершина? Верю. Да. И главные призы работники белорусской людьми получают по многим номинациям именно на телевершине. И вот сама себе приз принесла Екатерина. 20-0. Хорошо, начиная с шестьдесят деда школа. Вперед. Продолжаем игру. И так дуэль-игра. Дуэль-игра, пять очных поединков, пять тем, пять секунд, за которые вы решите, кто какую тему на себя готов взять. Итак, внимание. Темы. Народная мудрость. Нужно будет закончить известные пословицы. И то, и другое. Многозначные слова русского языка и аммуни. Звери и птицы. Ну тут ничего комментировать не надо. Постоянная такая загадочная тема. Призы и награды. У вас пять секунд. Вперед. Прекрасно. Время истекло. Договорил Данил Мурин с Никитой. Последние указания ему дал. Итак, внимание. Начнем. Народная мудрость. Кто подтянет, Данил? Так, народным творчеством очень увлекается Катя, поэтому снова пойдет. Катя, да, это ваш второй и последний выход. Я думаю, что он будет более удачным. Катя Рыжевич, кто? Народную мудрость у нас очень хорошо знает Маша. Итак, Катя против Маши. Вперед! Катя! Катя! Итак, начнем. Народная мудрость. Я начинаю, а вы жмете кнопку и заканчиваете. Лучше синица в руках, чем фальстарт. Фальстарт Катя. За этим очень строго следит наш электронный судья. Прошу. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. И это правильный ответ. Прекрасно. Тише едешь. Дальше будешь. Тише едешь, дальше будешь. Первые кляния школы команды винарной школы. Спасибо, Катя. Кто не работает, тот не ест. Да, библейская фраза. Не работающий, да не ест. Вы правы, играем. Волков боятся. Фальстарт Катя, что с вами? Ну? А она не знала. Я не знаю. Катя, ответьте. Волков боятся в лес не ходить. Если бы вы выжили вовремя, пять очков, но нервы, нервы, нервы. Руку на кнопку и заканчиваем. Конец. Делу. Потехе час. Ну да. Конец. Делу, потехе час. Хорошо. Импровизируем. Нет, там одно слово и в рифму. Конец. Делу. Венец. Конец. Делу, венец. Да. Итак, 10 у синих, это пятая школа. 30 у красных. Это у нас 69-я. Ну что ж, 10-30. Следующий бой, вперед. Простые школы, простые ребята, простая игра, но все-таки умные и сообразительные. Данил Мурин, пятая школа. И то, и другое. Кто справится с многозначности русского языка и с амонимами? Мы уверены, что справится Никита. Отлично, Никита. Катя Рожевич. Амонимы хорошо знаю я. О, все. Не знаю. Так знаете или не знаете? Знаю. Понятно. Вперед. Ну, едем. Никита против Кати. И так, и то, и другое. Она и электропробой в атмосфере, и застежка без пуговиц. Дыра. Дыра. Понятно. Но, Никита? Понятно. Электропробой в атмосфере, когда вот такая... Потом за ней... Молния эта. Если вы найдете на застежке молнии хоть одну пуговицу, я съем эту застежку. Играем. Оно и под скорлупой у ореха, а Мюнхаузен на нем еще и летал. А что ж под скорлупой у ореха-то у нас? Да. Ядро? Ядро, конечно. А Мюнхаузен слетал на луну на пушечном ядре. Оно бывает и у гриба. И у гвоздя, и даже у модной дамы. Шапочка. Шапочка – это неправильный ответ, Никита. Головка. Вот за что люблю наших ребят, за их отвагу и креативность. Даже когда они не знают ответ, они хоть что-то им пытаются сказать. Видите, игра-то без штрафа. На самом деле, это шляпка. Шляпка есть и у гвоздя, и у гриба, и некоторые модные дамы уходят в шляпку. Играем. Снег делает это под солнечными лучами, а человек – от удовольствия. Прошу. Тает. Прекрасный ответ. Тает. И последний образ «Б» – она может быть частью водопровода, а может, частью оркестра. Труба. Прекрасно. Вот что значит человек понял, как играть, въехал в тему, справился с собой после неправильного ответа, не махнул на себя рукой, не растаял, а взял себя в руки и показал, что может. 20-35. Разрыв сократился. Следующий бой, вперед. Снеги! Снеги! Третий бой у нас про братьев наших меньших, про зверей и птиц. Мы решили, что от нашей команды пойдет Маша. Маша. Хорошо. 69-я. А у нас биологию обожает Катя. Хорошо. Маша против Кати. Вперед! Маша! 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 Звери и птицы. Таких австралийских зверей называют еще двуутробками. Прошу. Возможно, броненосцы. Броненосцы, которые водятся в Южной Америке. Маша. Кенгуру. А точнее. Нет, ну тут не только кенгуру. Сумчатые. Сумчатые, конечно же. Вот я понял, что вы поняли. Вы должны бы произнести правильное слово, которому я обязан засчитать. Сумчатые, конечно. На Востоке этот зверь ассоциируется с подхалимством. Причиной тому привычка подбирать остатки трапезы крупных хищников. Что же это за зверь такой? Блин. Не. Возможно, волк. Волк. Маша. Баклан. 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 Это птица, а не зверь. Ну да. Ну да, ну бывает, в самом деле. На самом деле, помните в Маугле? А мы идем на север. Это шакал. Шакалить. Это раболевствовать, подхалимствовать и заискивать. Играем. Эти птицы в числе лидеров по числу скачиваний. Какие птицы? А вы никогда не пробовали? Вот оттягиваешь птичку и по свинке. Опа. Энгри Бёрдс. Злые птицы. Скачивание в интернете. Играем. Этот копытный, самый крупный из представителей охотничьей фауны в Беларуси. Лось. Лось, да. И заканчиваем. Их, оказывается, по осени считают. Цыплята. Цыплята, конечно же. Цыплят по осени считают. А мы считаем итог третьего боя. 30, 40, впереди 69-я школа. Заиграем. Вперед. Следующий бой. Загадочная тема, многограннейшая тема. Постоянная. Из нашей команды Блюзн-Знаниями попробую я. Попробую. Хорошо. Катя, кто у вас? А у нас Постоянная знает Алина. Хорошо. Итак, Даниил против Алины. Вперед. Алина! Ее называют Архимедовой константой, Архимедовой постоянной, ну а чаще греческой буквой. Какой? Прошу. Пи. Пи, конечно. А сколько это в числовом выражении? 3,14. Ну, где-то так. Потом еще 59 и так далее, пошли циферки. Символом С, латинское Си, обозначается эта физическая константа, которую превзойти, ну никак нельзя. Сколько? Да. Скорость света. Прекрасно. Причем скорость света в вакууме. Играем. Это героиня трех мушкетеров. Буквально. Постоянная. Ну, ребятушки, вот только что мы слышали постоянная, это по-другому называется. Константа. Констанция. Там такая была возлюбленная Д'Артаньяна. Ведь тут даже можно не знаю, логически вычислить. Играем. Ток бывает постоянный и... И фальстартный. Бывает ток... Переменный. Переменный, конечно же. Не торопитесь за нее. Заканчиваем. Столько букв Н в слое постоянный. Две. Да, две постоянные, конечно же. 40, 50. Ну, традиционный разрыв в 10 очков. Впереди 69-я школа. А у нас следующий бой. Призы и награды. Вперед. Призы и награды. Призы и награды, как и полагается, в завершение. Кто готов выйти за призами, за наградами? Мы решили, что пойдет Никита. Еще один Никита? Да. Хорошо. А у вас тоже кто-нибудь... А у нас в наградах разбирается Надя. Надя. Итак, Никита против Надежды. Вперед. Давай, прощай. Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль. Призы и награды. Это самый большой приз в большом теннисе. Неужели никогда не слышали? И за Викторией Азаренко не следили? Ах вы, да. Золотая ракетка? Да нет, что вы. Большой приз, большой теннис. Про большой шлем слышали? Вот, нет, вот теперь вы это знаете. Теннисист, который выигрывает турниры большого шлема, вот его и получает. Продолжаем. Библиотекарша Маргарет Херик взяв в руки эту статуэтку, воскликнула. Да это же мой дядя. А как звали дядю? Оскар. Оскар, конечно, это одна из легенд возникновения, собственно, имени Оскар у знаменитой кинопремии. Этот хорватский футболист стал лучшим игроком FIFA в прошлом году. Ну, никто. Ну-ка, тихо, тихо. А вот сейчас мы дадим шанс ответить капитану команды пятой школы. Лука Модрич. Это правильный ответ, да, конечно. Но, увы, 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 капитан команды синих, наш Данил получает только моральное удовлетворение. Золотую ветвь этого дерева вручают победителю кинофестиваля в Каннах. Оливки. К сожалению, не оливки, другое дерево, прошу. Пальма. Пальма. Главный приз Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь». Да. Ну и все знаете с младших классов чуть ли. Помните, как ныне сбирается Вещий Олег, ну и так далее. Так вот, Вещий Олег назначил кудеснику такую награду за предсказание будущего. Скажи же всю правду. Не бойся меня. В награду возьмешь ты любого коня, двоечники. 45-55, держит, держит разрыв 10 очков, 69-я. Тест игра, вперед. Тест игра наше скоростное централизованное тестирование. Сегодня работает под девизом «Время собирать камни, время разбрасывать камни». Тест игра у нас каменная. Кто готов поковыряться в камешках-то? Попробую уменьшить разрыв. Я. А вот на риск игру вы уже назначили крутого игрока. У нас не больше двух выходов. Думайте. Два выхода. Если вы сейчас выйдете, это будет ваш второй и последний выход. А на риск игру? Вот сейчас Маша вам что-то говорит такое. Маша громче. Понятно. Хорошо. Пока Даниил думает, я обращусь к Кате Ржевич, 69-я. Тестирование у нас пройдет Алина. Алина готовится пройти тестирование. Даниил, ваше решение? Давайте все-таки я. Вперед, Даниил, против Алины. Все очень просто. Вышита кнопка, назван вариант. Начнем. В наказание должен был по воле богов все время вкатывать на гору камень А. Прометей Б. Геракл Ц. Сизиф Прошу. Геракл. Геракл, понятно. Алина? А. А, Прометей, понятно. На самом деле, Геракл должен был служить своему брату, царю Эврисфею по воле богов. Прометей по своей воле украл у богов огонь. А вот Сизиф за его преступление был обречен богами вечно вскатывать на гору камень, который срывался. Отсюда выражение Сизифов в труд. Вот как много мы узнали за один всего-навсего вопрос. Теперь вы это знаете. Дальше. Гром камень служит пьедесталом памятника. А. Петру Первому. Б. Екатерине Второй. И Ц. Александру Третьему. Прошу. Первая. А. Да. Вы считаете? Петру Первому. Огромный камень, на котором медный всадник, топчущий змею. Да. Петру Первому, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ 10 очков. Заработал. Играем. У Вороньего камня. Или по летописи у Вороньего камня. Адрес А. Соломинского сражения. Б. Куликовской битвы. И Ц. Ледового побоища. Прошу. Вариант Б. Куликовская битва. Ну, не было там в Вороньих камней, там была ровная степь между Доном и Непрядовой. Данил? Первая. Соломинское сражение там вообще камней не было. Там в море воевали греки с персами. Ледовое побоище, где Александр Невский пущал под лед псов-рыцарей. Продолжаем. Так называемые сады камней устраивают. А. В Корее. Б. В Китае. С. В Японии. Ну? Может быть, в Китае? В Китае. Данил? Возможно, в Японии. В Японии, причем там 15 камней. Камера оставлена так, чтобы 15-го камня не было видно. Пять очков на наборе. Прекрасно. И заканчиваем. Имя, означающее камень, было дано апостолу. А. Андрею. Б. Петру. С. Павлу. Ответ Б. Петр камень. Вот попробую взрастить, что именно на этом камне. Ну и за твердость вере, конечно же. 60. 65. На пять очков стал меньше разрыв между командами. А у нас слайд игра. Вперед. Итак, простая азбука с буквы «Л». Картинка, буква. Данил? Пойдет Никита. Никита, великолепно. Картинки у нас любит рассматривать Маша. Итак, Никита против Маши. Вперед. Хорошо. Да, вот Маша уже правильно встала. Ничего жать не нужно. Приняла нужную позу и ждет. Ну, правильно ждет с нее. Начнем. Вы выигрывающая команда. Буква «Л». Три, две, одна. По традиции сложный вопрос достается выигрывающей команде. Может, Никита знает? Леший. Да нет, не леший. Сколько у него глаз? Один. Один. Это лихо, одноглазая персонаж, в том числе сказок про Нестерку. Ну и вообще лучше с ним не встречаться. Буква «М». Эмма. Мираж. Дело в пустыне происходит. Мираж на Гризонте. Плюс 15. Нимб. Великолепно. А еще эти украшения называют на иконе «Венец». по-славянски. Теперь вы это узнали. Отлично. Играем дальше. Оригами. А из чего это все? Бумага. Да, искусство складывания фигурок в бумаге. Тишина, тишина. Продукты. Продукты, пища, да, разумеется. Ринг. Прекрасно. Боксерский ринг. Прошу вас. Что? Ну что это? Понятно. Никита. Не. Светлана. Сладенький такой. Тягучий. Сироп это. Это сироп. Играем. Три, две, одна. Прошу. Может, вы? Не знаю. Это горная система Тибет. Вот так она начинается. Буддийские храмы, дома, которые лепятся к скалам. Это Тибет. Поехали. И как же фамилия этого плохого мальчика? Ой, не помнит. Вот так проходит мирская слава. Никита. Уизли. Это Рон Уизли, лучший друг Гарри Поттера. Который отдал ему самое дорогое, свою сестру в жены. И Никита. Это Филин. Вот это Филин. Это Филин. И это очень серьезная заявка на победу. 130-95. Никита. Браво. Итак, риск. Игра. Единственная игра в нашей Родит Пятерке, где, собственно, полагается штраф за неправильный ответ. Плюс 20, минус 20. Самый сильный, самый стабильный, самые мощные, самый держащий себя в руках игрок, самый результативный. Кто это у вас, Данил? На данный момент с холодной головой у нас только Маша, поэтому пойдет она. Катя Рыжевич. Пойду я. Итак, Маша против Кати. Вперед! Маша! 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 Это тема нашей дуэль игры. Слово серебро. Молчание золота. Прекрасно! Слово серебро, молчание, золото. Вот так говорят в народе. И то, и другое. Таким может быть и густой лес, и стена без окон, и даже человек, который вам не отвечает. Так, лес, стена без окон, и человек не слышит вас. Глухой. Глухой лес, глухая стена, глухой человек. Итак, 150, 115. Катя, догоняйте. Звери и птицы. Загадка. Птичка невелика. Носик стальной. Хвостик льняной. Бытовая такая загадка. О чем она? Невелика. Носик стальной. Хвостик льняной. Прошу. Игла. С ниткой, да, конечно. Иголка с ниткой. 150, 135. Маша, держись. Кричат из зала. Катя, держись, говорю я. Постоянные. Вот тут литература, ребятушки. Море синее. Добрый молодец. Красная девица. Земля матушка. Это постоянные. Вот как. Учит литературу. Сейчас. Три. Две. Одна, Катя, простите, это постоянные эпитеты. Теперь вы выучили это слово на всю свою оставшуюся жизнь. И заканчиваем. Призы и награды. У Ленина на ней была надпись «Преуспевающим». В советские времена писали «За отличные успехи и примерное поведение». А сейчас у нас пишут «Завыдатные веды». О чем речь? Итак, «Завыдатные веды». У Ленина надпись «Преуспевающим». Ну, а у меня «За отличные успехи и примерное поведение». Грамота. Грамота. Маша, может, вы догадаетесь? Орден. Орден. Вот всю игру интересовались. А что это у вас такая за коробочка стоит? А это не просто коробочка. В этой коробочке находится золотая медаль образца 1960-го. Получена она, правда, в 79-м. Вот на ней написано «За отличные успехи и примерное поведение». Сейчас у нас в Белоруссии на золотых медалях пишут «Завыдатные веды». И «Завыдатные веды» 130 очков у 5-й школы, 115 у 60. Деда Катя, вы рисковали. Я понимаю, у вас не было другого выхода. Аплодисменты Кате. Еще более бурные аплодисменты Маше и команде 5-й школы. Вернитесь, пожалуйста, на места. Вот телерадиокомпания «Гуэль» получает свои сувениры команда 5-й школы. Данил Мурин радуется. Ну и я надеюсь, что к вам когда-нибудь прилетит что-то подобное. Правда, с надписью «Завыдатные веды». Ну почему? Потому что принцип такой. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин